Такого поворота событий не ожидал никто, обвиняемого в жестокой расправе над своим знакомым, нанеся ему 70 ножевых ранений. Полностью признавшего свою вину, суд присяжных оправдал. Все случилось в феврале этого года, по версии следствия. Во время застолья в квартире жилого дома Иркутска между двумя мужчинами произошла ссора, во время которой 33-летний молодой человек схватился за нож и принялся беспорядочно наносить удары по всему телу своему знакомому. Позже криминалисты насчитают 72 ножевых ранения. На теле погибшего не было живого места. Затем подсудимый вынес истекающего кровью человека на лестничную площадку. Там его обнаружили соседи, они и позвонили в полицию. Подозреваемого задержали на месте преступления. Уголовное дело рассматривал суд присяжных. Обвинение опирается на неопровержимые доказательства. Допрос соседей, потерпевших, признание самого обвиняемого. Казалось бы, наказание задержанному не избежать. Однако двум адвокатам подсудимого удалось убедить присяжных в том, что обвиняемый защищался. Вердикт присяжных – задержанный невиновен. Суде Ленинского района ничего не оставалось, как вынести постановление о немедленном освобождении из-под стражи. Такое решение для супруги убитого, матери двух детей, стало вторым ударом после смерти мужа. Такого быть не может, конечно. Не ожидали, никто не ожидал такого. И надо, чтобы, я не знаю, как-то справедливость должна быть. Я даже не знаю, что могло повлиять, если как нормальный человек был. Как можно было вынести такой приговор, я не понимаю. Неизвестно, что это такой человек может сотворить, когда он ходит на свободу. По словам женщины, теперь она не может нормально есть, спать и работать. Также боится встретить этого человека на улице. Не согласен с решением присяжных и гособвинитель. Если вынесен оправдательный вердикт, судья связан мнением присяжных заседателей и может постановить только оправдательный приговор. Только оправдательный приговор, иного у суда, а с выбором как такового нет. Что касается обжалования. Любой приговор, будь то он обвинительный или оправдательный, вынесенный с участием коллеги и присяжных заседателей, безусловно, может быть обжалован сторонами. Собирать необходимые документы для обжалования решения в вышестоящих инстанциях. Потерпевшие намерены сразу же после оглашения оправдательного вердикта, который состоится в конце августа. Владимир Пеханов, Константин Синицын, Александр Барановский. Новости сейчас.